Ну и желает, конечно же, ей удачи наш корреспондент. Ну что же, по крайней мере, достаточно понятно то, что происходит Миколай Шифрин. У нас все готово, мы прервемся совсем ненадолго. Ну вот так красиво выглядит, согласитесь, трасса, которая называется Шлоссберг в австрийском Линдсе. Вот эта финишная часть, которая достаточно крутая, как и часть стартовая. И, видимо, отсюда рельеф, в общем-то, в общем и целом, общий уклон трассы менее 20%, так что ее крутой нельзя назвать. Но, с другой стороны, она вот, в общем-то, с таким разнообразным рельефом оказалась, ну, можем сказать, что проблематичной для большинства спортсменок. Потому что, ну, хотя Шифрин и сделал небольшой отрыв, дальше мы думали, что результаты будут поплотнее, но, в общем-то, многие спортсменки... И вы знаете, что интересно, такое достаточно редко бывает, у нас практически ни одного прорыва из дальних номеров. Все вот так сложилось, как бы по рейтингу, да? Как вот расположились спортсменки по своим силам в стартовом протоколе по рейтингу, так они большинство на финиш и приехали. В общем-то, особых каких-то происшествий не случилось. Ну, мы нам показали, вот Петра Вылхова тут автографы, молодец, детишкам раздает. Это Анна Файт, австрийка, которая с трудом, ну, не с трудом, но так, еле попала, 22-я Анна Файт, пока еще не в очень хорошей форме находится. А вот, кстати, стартовый лист у нас появился уже на экране. Вы видите, первая будет стартовать Мария Тереза Твиберг, норвежка, и вот она проиграла 3-26. То есть 3-26 можно было проиграть и попасть в тридцатку. Но далеко, конечно, как это и всегда бывает, не все справились. И даже Хавер Лозет, и Лиздал, две норвежки, мы смотрим по протоколу, не попали в тридцатку. Алин Данье, Карин Сутер, Зибенхофер. Это вот все список тех спортсменов, кого мы не увидим. Ну, и среди них, в очередной раз, Екатерина Ткаченко, 46-е место. Это, конечно, далековато на первой попытке. Ну, а тридцатка будет крутиться. Это само собой понятно. Правило уже достаточно старинное. А еще разочек вспоминаем победителей гигантского славы. Мы здесь, в Линце, видите, еще в 2007-м. Денис Карбон, Персон, Хосп, какие фамилии, да, знаменитые. Ну, а за последние годы Бриньоне и Лара Гуд де Храме, в 2017-м и в 2015-м году. Ну, что ж, подошло время старта, и мы видим норвежку в стартовой калитке. Напоминаю, друзья, четвертый уже в сезоне гигантский слава в исполнении женщин. Соревнования проходят в австрийском Лиенце. Ну, и вторая трасса норвежка должна, конечно, я думаю, покориться. Потому что, несмотря на тепло, ей, в принципе, повезло. Чистенькая, неразбитая трасса. Посмотрим, что она сделает. Естественно, трассу переставили. Если у нас первую трассу ставил Гампер из команды Канады, вторую поставил... Желепатрик... Пьер Желепатрик из команды Франции поставил вторую попытку. И давайте просмотрим. 46 контрольных ворот он поставил. На первой попытке было 45. Ну, и тут очень важна постановка. Потому что количество ворот, оно, ну, плюс-минус лимитировано, да? Там больше-меньше намного не поставишь. А вот закрыть, сделать более закрытым радиус, это вполне возможно. Это вполне возможно. И вот посмотрим, сделали ли такую попытку тренер французов или нет. По времени прохождения нам прекрасно сейчас будет все понятно. Ну, понятно, что сумма двух попыток в первую очередь. И вторая попытка, да, чуть-чуть покруче стоят ворота. Одна же 0,6. Время прохождения у Твиберг. На первой трассе была 1,04. Ну, вы видите, это, конечно, показатели человека, который сегодня не в лидерах. А если взять Шифрин, Басина, они прошли за 1,01, друзья. Представляете, как коротко, да? Все-таки короткая трасса вот эта. Шлоссберг даже для женских соревнований все-таки гигант, мне кажется, на 1,10, на 1,15, 20 даже. Может быть, да? И как-то смотрится поинтереснее. Но это опять же, вы знаете, вот когда мы говорим о параметрах трассы, об их разнообразии, все равно приходим к одному и тому же выводу, да? То, что трассы должны быть разные и длинные, и короткие, и крутые, и пологие, и чем они разнообразнее, тем нам с вами интереснее. Марлин Шмотц из команды Германии. Ну вот первые спортсменки, у них, конечно, проиграно уже много на первой позиции. Ну, в общем-то, они еще и другую важную роль исполняют. Вот первые номера, по ним ориентируются, да, и проверяют свои предположения. Те же лидеры. Одно дело просмотреть, запомнить, а потом еще и посмотреть, какой соперник проходит. Это, конечно, тоже важный момент. Ну, практически одинаково прошли норвежка и немка. Достаточно такие симпатичные. Вот, посмотрите, друзья, редко видите, наверное, Твиберг была у нас крупным планом. Да, в отличие от своей подруги Хольтман, она еще, ну, в десятку-то попала разочек, мы знаем, Твиберг, но не больше того. А вот швейцарка Элленбергер. Мы, кстати, ее покритиковали во время первой нашей трансляции за дело, да, я ее покритиковал. Было там, ну, явно не очень хорошее исполнение. И вот, посмотрите, она еще, ну, вроде бы, как постановка стала получше у нее, не столбом ехала, как на первой попытке, но уже ошибиться тоже успела Элленбергер. Да, еще и немного, кстати, отстает она. А, ну все. Она понимала, друзья, ну, вот здесь вообще понятна ситуация. Элленбергер ошиблась, да, и начинала проигрывать по трассе. Она это прекрасно знала и решала побольше рисковать еще. Да и плюс вот эти навыки технические, за которые мы ее критиковали, они никуда не делись. Надо потренироваться, конечно. Элленбергер пока на высокое место в Кубке мира, она, конечно, не готова. Мишель Гизин. Вот видите, какая разминка, а? Интересная разминка. Мишель Гизин. Минута сорок стартовый интервал. И еще одна норвежка Стирни Сунд. Стартовала. 22 года норвежке, вы знаете, у нее первый старт. Она здесь ни разу еще не стартовала. Но я уже напоминал о том, что не каждый год Линц и другой известный австрийский центр Зиммеринг, они чередуются. Линц проводит соревнования в нечетные годы, как вот и сегодня. А Зиммеринг в четные. Поэтому вот и результаты у нас. И есть спортсмены, которые вот не попали, да, в этот период. Вот в прошлом году в Зиммеринге-то она стартовала. А вот до Линца еще добралась впервые. Стирни Сунд. Ну что, может быть, она станет лидером? Нет, семь сотых ей не хватает. Своей подруге проигрывает семь сотых. Ну, тут спортсменки, что Твибер, что Стернис, он и Шмоц рядом. Ну, абсолютно, они, можно сказать, одинакового уровня, поэтому разницы никакой. Франциску Грич нам показали в момент, в тот самый момент, когда ей наставление, так, достаточно жестко давал наставление тренер австрийской команде Франциске. У нее достаточно далекая позиция, 22-я. У Австрии сегодня, ну, практически одна надежда, хотя домашние соревнования, это Катарина Линсбергер, единственная от австрийцев в десятке. И это, конечно, расстройство для тренерского состава, да и вообще для всех, кто за австрийцев болеет. Александра Тилья, или Алекс Тилья, вот так вот официально, кстати, ее имя выглядит, Алекс Тилья. Представительница Великобритании. Пытается улучшить свои позиции. После первой попытки лишь 26-я. Шотландка. Да, вот интересно, что у нас освещался стадион еще во время первой трансляции, так, немножко, да, хотя бы солнце. А вот сейчас на второй попытке, видите, и финишный спад, и стадион сам непосредственно, все это в тени находится. Ну, по местному-то времени все-таки второй час уже за обед перевалило, да, хотя день и солнечный, но вершины высокие, не дают солнцу попадать. Похоже, да, как будто сестры, две девушки из Норвегии. Ну, здесь была интересная надпись на экране, друзья, немножко с долей юмора, согласитесь, потому что пытается одержать якобы первую победу итальянка Софья Годжиа в гиганте, да. Ну, согласитесь, имея проигрыш почти в три секунды, одержать победу, ну, мало, мало вероятно, я так тоже с юмором скажу. Ну, можем мы, наверное, иногда юмор применять, чему бы и нет, да. Уже не первый раз, кстати, видим, да, Годжа, как будто она на первой попытке разминается, как правило, а во второй берется за дело. Да, вот видите, какое хорошее преимущество у итальянки сейчас над теми, кто уже на финише. Ну, и вот опять же ошибается, и вот сейчас разбазарит все преимущество, но это типично Годжа. Да, проиграла, с таким имея преимущество секунду, друзья, но это типично Годжа, это ее характер, она непредсказуемая девушка, и, слава богу, что все-таки в спуске там как-то подальше, ворот от ворот, да, она там еще как-то ей подходит. А вот гигант, уж я прослал им не говорю, она тут может натворить все, что угодно, в том числе и сейчас. Всю трассу хорошо прошла, она даже на несколько ворот до финиша все потеряла. Да, и вот так вот и жест такой же типичный на финише. В итальянке, который мы тоже не раз видели. Да, норвежки, посмотрите, две нам показали на финише, третья стартует, но я хочу сказать, крепкие девушки, да, вот худенькими их точно никак не назовешь, все как одна на подбор. Но будем надеяться, что это все-таки не лишний вес, а такие мышцы, хорошо тренированные. Рис Йогансен, Кристина, ух ты, вы знаете, даже неожиданно, что-то давненько не было, даже несколько сезонов этой девушки. Казалось бы, что, да нет, это не новичок. Рис Йогансен, это уже очень опытная, 28 лет этой девушке. Она появлялась, причем сейчас, не знаю, на память, по-моему, два раза даже. Вот, появлялась в составе нарез команды, потом опять ее не было. На Кубке Мира, конечно, я имею в виду. И вот очередное появление. Но здесь результата нет, понятно, она остановилась. Хотя в итоговом протоколе она будет засчитан, результат. Там посчитают просто процентное оставание, 7 секунд. Вот, Франциска Грич. В отличие от норвежки, совсем тоже молоденькая, 21 год. Как всегда, много молодых девушек в составе австрийской команды. И все такие смелые, атакующие. Правда, со своими недостатками, с какими-то, но вот как правило. Как молодежь, мы австрийскую девушку, именно имею в виду, но вот как их посмотришь, приятно смотреть. Да, они все время цепляются за какой-то либо результат. Да, они тоже ошибаются, тоже и по технике, и по тактике, и как угодно. Но что всегда одинаково у австрийской молодежи, это стремление к максимальному результату. И ничего не бояться никогда. Но это, конечно, хорошая позиция. Это их предыдущие поколения научили. Ну что, будет у нас новый лидер, пора бы уже, да. Не должна тут разбазарить свои преимущества на финише Грич, хотя лыжи срываются. А вы знаете, очень прихватило. Мне кажется, несмотря на теплую погоду, я вот только что, да, и проиграла Грич, как неудивительно. Несмотря на очень теплую погоду, вот этот финишный спад, он там остался ледянистым. Видно, что некоторые девчонки не справляются, лыжи у них срываются. Это Виберг нам постоянно лидера показывает. И знаете, у нее улыбка просто не сходит с лица. Вот она как улыбнулась минут 10 назад, вот так и замерла в этой поте. Анна Файт. Ну вот видите, два поколения подряд. Вот здесь легко нам все понять, да. Два поколения подряд австрийской команды, молоденькая Грич и очень опытная Анна Файт. Разница у них в возрасте очень серьезная. Анне уже 30. Ну пока вот опять же, давайте посмотрим до финишного спада. Опять чисто визуально все выглядит прилично. Хотя было много, осталось всего чуть-чуть. Вот, вот, вот здесь. Да, 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 да. Действительно, там такая наледь очень жестко. Вот где-то четвертый, пятый, если с финиша считать, ворота видно у всех. И у нее тоже лыжи сорвались. И сразу видите, сколько проиграла. Ну вот это не назовешь, да, чистым, чистым видением. Очередное подтверждение того, что Анна Файт пока только на пути. На пути к своей лучшей форме, это безусловно. А вот, кстати, два таких, два таких имя, известных и друг за другом, стартует в очень далеких номерах. Анна Файт и Лара Гудбехрани. И вы знаете, что интересно? Обе спортсменки, в свое время лидеры, конечно, обе спортсменки выигрывали Кубок Мира, обе спортсменки имеют победы здесь, на этой трассе, в Линце. И Гуд здесь побеждала, и Файт здесь побеждала. И обе в районе 20-х мест. Представляете, да? Но если у Файт травмы, возраст, то у Гуд-то последние годы вообще все нормально было. Она и помладше, чем Анна на два года. Но если Анна не смогла, то Лара-то, может, станет-то в конце концов. Вот те, кто на финише, это не ее уровень-то. Ей их надо, в общем-то, так, достаточно уверенно обыгрывать. И Грич, и Твиберг, и Шмоц, тем более. Ну и что? И посмотрите, и Анна. И Гуд, и Файт не могут даже возглавить гонку, не то, что там бороться за пьедестал почета. Элист Робинсон. У вас на экранах. Сенсационная победительница открытия сезона. Но очень нервный был заезд у нее на первой попытке. Просто мы с вами внимательно это смотрели. Просто кошмар какой-то. Минимум пять ошибок допустила Робинсон. Сама на себя не была похожа. Ну вот, может быть, на второй трассе сделает выводы. Робинсон порадует своих поклонников, которых еще не так много. Но это и понятно, потому что девушке 18 лет. Она из Новой Зеландии. И уж из Новой Зеландии точно, я знаю, что в Линц никто не приехал поболеть. Наверное, все-таки будут смотреть по телевизору ее поклонники. Но у нас пока Мишель Гизин тоже. Здесь вообще список, друзья, ну, я не знаю, такое редко бывает, список неудачников. Я вам прочитаю, вы сами оцените. Вот в этих далеких 20-х местах. Файт, Гуд, Гизин, Робинсбург и Робинсон. По идее, вот всех перечисленных нормально бы видеть десятки сильнейших, согласитесь. Но абсолютно даже близко нет. Да. Ну вот еще одна вещь, которую мы примечаем на сегодня. Посмотрите, Мишель Гизин проиграла 9 сотых, казалось бы. Ну, совсем немножко. Так это пятое место. 9 сотых на данный момент, вот на данный момент, это пятое место. И здесь ветерок. Ну, надо же, погода похожая. Мы видели в Борнио, да, ближе к концовке соревнований скоростного спуска Мишин. Ветерок поднялся такой именно вдоль по склону. И вот сейчас нам показали такой моментик, флаги колышется. И то же самое, порывы ветра. Ну, это такие изменения в горах, они нормальные, в общем-то, явления, друзья. Когда резко днем происходит нагрев воздуха и даже снега, да, то начинаются испарения, и вот такие из-за этого и ветер. Вот, кстати, еще вспомнили мы не зря, еще одна неудачница первой попытки Виктория Реббинсбург. Человек, который имеет 18 побед на этапах Кубка Мира, видите, у нас находится на 18-й позиции, да. Абсолютно ненормальная ситуация для Виктории Реббинсбург. Ну, уж она-то, наконец-то, норвежку обыграет, потому что, ну, как заколдованная. Твиберг, да, но всего лишь 7 сотых. Первая из именитых, наконец-то, спортсмена, кто смогла норвежку обыграть, это Виктория Реббинсбург. Да, вот что значит в таких условиях первый номер, друзья. Я напомню, Твиберг, норвежка, стартовала под первым номером на второй попытке по чистой трассе. И вот, видите, 10 подряд спортсменок не могли ее обыграть. Все-таки играет роль, да, в гиганте, с лалами первый номер. Ну, а вот мы дождались и Робинсон. Элис Робинсон. Я напомню, победа в Зельдане, сход с трассы в Киллингтоне и 10-е место на последнем этапе в Куршевеле. Ну, вот типичный результат, ну, не типичный, необычный, вернее, конечно, результат для такой молодой и талантливой спортсменки, да? Умудрилась выиграть, потом, опять же, и сошла, потом 10-е место, то есть талант-то есть, безусловный талант, все есть, но опыта не хватает, ну, как у всех вначале. Это понятно. Поэтому глупые ошибки она иногда и совершает до сих пор. Хотя может и выиграть, как показала в Зельдане. И опять невынужденная ошибка. Ну, вот, наконец-то, только что разогналась, вроде бы, Робинсон обыграет. Ну, да, ну, вот, вот это да, вот это уже похоже. Реббинсбург, видите, тут пока водички попила, уже ее и сместили с первого места. Ну, у Робинсон был, давайте говорить, прямо слабенький заезд. Ой, у Реббинсбурга, конечно, у Реббинсбурга. Она хоть и стала временным лидером, но, видите, ее тут же обошла Робинсон. Нет, Виктория абсолютно не в форме пока. Это тоже нам видно. И Катарина Труппе. Следующая. Это уже 17-я после первой трассы. Как заметно похудела, если вот брать, даже визуально видно, покрупнее была еще пару лет назад, Катарина Труппе. Ну, может быть, конечно, надеюсь не для того, что просто модно быть худой, потому что спортсменам-то надо слишком худым тоже быть нельзя, абсолютно точно. Потому что очень физически крепкие надо ноги иметь, ягодицы, спину. Спина должна быть очень крепкая. А, между прочим, были такие случаи, когда девушки вот неоправданно худели. И, вы знаете, это не ведет в горных лыжах хорошему результату. Зачастую. Не знаю, как будет с Труппе, но пока она ничего серьезного не показывает. И в нынешнем сезоне, я имею в виду. Не то, что сегодня именно. Да. Вот опять очередная слабая попытка у Труппе. Ой, друзья, Вернер Грисман у вас на экранах. Легенда. Местный он, местный человек. Грисман в свои годы с 70-й выступал в составе австрийской команды вместе с Кламором. Ну, таким знаменитым, как Кламор, конечно, не стал. Он всего лишь, по-моему, один раз выиграл этап Кубка мира. Но, тем не менее, личность известна. Еще раз повторюсь, он житель такой, почетный житель Лиенца. Грисман. Рикардо Хазер. Ну, и вот я говорил о том, друзья, что вот австрийки, они бросятся по-любому. В атаку, подогреваемые, ну, и каким-то числаем, и желанием отличиться, и дома, и зрителями. Все тут. Но, если нет на данный момент вот такой хорошей формы и исполнения технического, то, как ни старайся, как ни рискуя, не получится. Какие претензии, да, вот к Рикарде Хазер? И атакует, и флаги сбивает, и пытается зацепиться. Ну, вот здесь бы еще лыжки-то срываются на жестком финишном крутике. Да, да, бочком. Скорее всего, проиграет, и много. Секунду. Проиграла Хазер. Вот еще, наверное, Грисман она показывает еще разочек. Ну, наверное, самая знаменитая личность спортивная в Лиенце, поэтому... Ну, трудно, конечно, узнать. Он вообще-то, даже когда был спортсменом, я прекрасно знаю этого человека, он когда и спортсменом был, и, как ни странно, был такой полноватый немножко, с лишним весом. Ну, а сейчас, когда уже за 60, то, понятно. Устать на крупный мужчина. Так, ну что, половина участниц у нас отстартовала на второй решающей попытке. Мы сделаем небольшую паузу. Возвращаемся в Лиенце. И вот на фоне таких красивых гор у вас таблица промежуточных, естественно, результатов в сегодняшнем гигантском славаме. Элис Рубицын возглавляет. И, судя по всему, судя по всему, должна улучшить свою позицию. Ну, все будет зависеть от соперниц. Посмотрим. Ева Мария Брэм. Еще много участниц. Ева Мария Брэм. У нее 15-й результат после первой попытки. Но чисто по времени все-таки тоже большое вставание. Две секунды она проиграла шифрин. Ух ты! И опытнейшая, опытнейшая Ева Мария Брэм. И тоже не избегает очень приличной ошибки. Ну, ладно, Грич, да? Острийка тоже. Ну, ладно, Труппе. Ну, вот Ева Мария Брэм-то хотя бы разочек могла без ошибки пройти. Все-таки обладатель Кубка мира в этой дисциплине. 15-го года, правда, но не так уж это и уж очень давно было. По большому счету-то ни трассы, ни лыжи, ничего не изменилось с 15-го года. Далековато, наверное, будет и Брэм. Ну, четвертая относительно. Грича на молодую обыграла, но вряд ли это можно поставить ей в плюс, большую заслугу. Робинсон. Ну что, после большого перерыва, да, вот так мы Новозеландку крупно наблюдаем. Это было в Зюльдане. Многие, наверное, вообще первый раз в Зюльдане, конечно, Элис увидели. Ну вот, давайте еще разочек. После Зюльдана у нас прошло уже два месяца. Как-то не верится, да, что два месяца с открытия Кубка мира. Ну, это все объясняется тем, что от первого до второго этапа был целый месяц. Сейчас-то уже Кубок мира, вы видите, идет полным ходом, ну, практически без перерыва. И будет так все продолжаться до весны. Минофюрс Холтман. Второй человек, кстати, в гиганте на данный момент, после трех этапов, ни много ни мало. Холтман. Ну, как-то не сочетается, да. Вот второй по сумме идет после Бриньоны. А вот в данной попытке сегодняшней, видите, у нее стартовый номер лишь, ну, 12-й она, после первой попытки, 12-й. Быстро как вот, да. Казалось бы, ну, прошло всего три старта, а вот уже хочется покритиковать Холтман, сказать, ну, что ж ты, была все время там в шестерке, давай опять. А она, может быть, не готова уже, или, может, уже устала. Нет, молодец, молодец. Ух ты. Ну, это по сумме, конечно. По второй попытке она немножко проиграла. Нет, она и вторую выиграла. Ух ты. Ну, друзья, да, тогда наши поздравления. Не только сумму, но и вторую попытку отдельно. Браво. А ведь у нее номер-то, посмотрите, она по порядку-то идет уже 17-й, не первой. Ну, и сама довольна. Понятно. Посмотрим, насколько она долго продержится на этой приятной позиции лидирующей. И пока у нас Метахрова. Ну, хроват, я думаю, может теперь уже считать попадание в десятку только удовлетворительным результатом. Все, что дальше. Ну, мы помним, она была на пьедестале, да. Потом были проблемки, была небольшая травма. В этом году десятой тоже опять была. Поэтому уже десятые места для хроват как бы и не нужны, да. Надо выше подниматься. Для этого, видите, сегодня вот эта достаточно короткая трасса в Линдсе, но оказалась для многих, в общем, тяжелой. Судя по отрывам, по всему, да, вот по этим ледяным пятнышкам, с которыми некоторые девушки не справляются. И хроват, посмотрите, вот-вот, пожалуйста. Да, но хотя бы третья по месту. Проиграла-то много. Вот, вот как ее уносило тут. Ну, хорошо сама легенькая, не высокого роста, гибкая. Поэтому ей как-то вот эти ошибочки полегче, да, даются, чем высокорослым девчонкам. Она как-то быстрее выскакивает из таких ситуаций. Ну, в общем-то, ни для кого не секрет, друзья, что вот эти внешние, конечно, данные, как мы, физические данные, вернее, они влияют. И в каждой дисциплине требования абсолютно разные, да. Ну, вы сами видите, вот кто у нас, как правило, да, лучше в скоростном спуске и кто в гиганте. В гиганте, как правило, невысокорослые, такие, как Тесса Ворли, да, такой идеальный пример, или Босина и Бриньоны, да. Не очень высокие, гибкие такие девчушки, а в скоростном спуске, типа Линсево, конечно. Там желательно массу иметь и рост иметь. Да и с лалами тоже хорошие такие данные физически не помешают. А вот гигант, тут специфика, тут надо быть легеньким. Легеньким, быстрым, шустрым. Ну, такого плана, кстати, Элист Робинсон, да, новая девушка, которая появилась. Такого же плана и Анна Файт. И я уже говорил, и в Ворли, и очень многие. И Босина худенькая, маленькая. Вот замахнулась на лучший результат у нас еще и Стэль Альфан. Интересно. Нет. Повторяет она результат Хроват. Теперь у нас два, две спортсменки на третьей позиции, а до Хольтман остается далековато. Ну, молодая Стэль. Наконец-то мы от нее видим такие, ну, качественные заезды. Долго она втягивалась, и в том году, и в этом. Альфан должна, должна все-таки пойти. Может быть, и гены должны сработать. Папа-то все-таки такой великий человек в горных лыжах. Илюк Альфан, владатель Кубка Мира. Немного, немало. Две шведки подряд еще. И Сара Хектор. Такой мини-мини чемпионат Швеции. Правда, всего две. В гиганте вообще у шведок никогда много не было, да? А теперь вот Фрида Хансдоттер ушла, которая, кроме Слалома, ну и гиганта частенько в десяточках была. Ну, теперь участниц не очень много. Вот интересно, вот эти ступеньки, да, выпало. Видно вот с этой камеры, да, пологие. Так, как будто вид, немножко дух переводят девчонки. И раз крутячок, опять по-пологому чуть-чуть передохнули. И опять на крутом надо работать. Хотя, еще раз повторюсь, трасса-то, трасса-то не длинная здесь, в Ленце. Ну, вот, Хектор, в свою очередь, на несколько соток обыгивает альфа. Местные такого пока значения у нас бои. Хотя мы приближаемся к десятке сильнейших. Сейчас пойдет Тина Робник, Словенко. Как ни удивительно, сегодня Робник посильнее была Хроват в своей команде. Это Линдсбергер делает гимнастику перед стартом Тина Робник. Ну, вот десятка. Десятка после первой попытки. Десятка лучших. Первая из них, естественно, в обратном порядке. И первая из них Тина Робник. Опытная тоже спортсменка. Как и Элки Штуэт. Они, по-моему, даже ровесницы. Правда, выступают в разных дисциплинах. Мы это прекрасно знаем. Элка Штуэт отвечает в славянской команде, скажем так, за скоростные дисциплины. А Тина Робник за технические дисциплины. Так, Словенки. Ну, Хроват-то уже на пьедестале-то точно не будет. Дай бог, если будет десятки, она на финише. И, судя по всему, Робник. Но вот не первый раз уже. Кстати, именно у Робник вторая попытка заметно хуже. Почему? Это только она, наверное, сама может сказать. Смотрите, кошмар. В первой попытке более-менее достойное десятое место. А сейчас, я не знаю, какая она будет. Наверное, одна из последних. Если она сейчас семнадцатая. Кошмар. Да, вот пока не дождемся мы дня такого. А может быть, будет. Помните, в прошлом году у славянцев был какой-то знаменательный день? Если уж мы говорим о славянской команде. Когда Илка Штуец и Зан Кранец в один день, в декабре прошлого года, выиграли соревнования. Илка выиграла в Альгардене. Кранец выиграл в Зальбахе. Да, все правильно. Представляете? Ну, там праздник был. И совершенно справедливый был праздник в Словении. Потому что одновременно выиграли и мужчин, и у женщин. Словенские горнолыжники. Это было, конечно, что-то. Ну, редко такое бывает. Но все равно здорово. Венди Холденер, которую, я думаю, узнают уже давно. Она давно выступает. И, я думаю, телезрители вот по такой закрытой стойке, необычной немножко, да, посадке, узнают Венди Холденер. Венди Холденер, которая, между прочим, ни много, ни мало на пьедестале была в Куршевелле. Впервые в жизни в Гиганте. И сейчас опять пытается за счет второй попытки что-то такое сделать. Но я считаю, что это не очень реально, конечно. Для этого надо пройти максимально быстро и безошибочно. А мы уже видим, что... Ой-ой-ой-ой. Две ошибки. Третья грубая ошибка. И, ну вот, расплата, как говорится. Расплата настигла Венди Холденер за грубые ошибки на второй попытке. Вот одну из них, видите, да? Там еще ямка какая-то на входе. Ну, что есть, то есть. Вот Гизин слева. Вы видите, лагерь швейцарской команды нам показали. Ну, или... У Холденер ничего не получилось. Хольтман. Норвежка остается лидером. Робинсон на втором месте. И у нас на старте восемь спортсменов, которые будут решать, конечно, призы сегодняшнего этапа. А пока у нас небольшая пауза. Продолжаем нашу прямую трансляцию. И, как всегда, самая интересная часть соревнований, друзья, вторая попытка и лучшая восьмерка у нас сейчас поборется за призы. Клара Дирес. И, вы знаете, вот опять мы видим хорошее представительство французской команды. Друзья, вспомните, вот, пожалуй, ну, буквально два этапа назад, я вам рассказывал, отмечал, да? Говорю, как же жалко француженок, что у них есть той Саворли, которая постоянно за пьедестал борется, и сзади никого. И вот, посмотрите, прошло-то всего месяц, да? И, посмотрите, уже три, в лучшей восьмерке три француженки. И, опять же, по аналогии с ребятами, мы хвалили, да, и не зря хвалили вчера и сегодня французских спортсменов. И там вот серьезный прогресс у французов, и у мужчин, и у женщин. Теперь уж с этим не поспоришь. Да, молодцы французы как-то. Именно вот к Новому году у них получился такой приличный очень прогресс. Причем командный. Клара Дире. Ой, четыре соточки ей не хватило, а. Вот до этой спортсменки выйдете, Хольтман. Смотрите, какие разные, да, Стара Дире. Ну, совсем миниатюрная девушка, невысокого ростика такая, худенькая. А Хольтман рядом с ней, ну, очень солидно смотрится. Ну, что, 27-й стартовый номер, кстати, обратите внимание, друзья, девушка. И будет в десятке как минимум, да? Серьезный прогресс. Серьезный прогресс. А вот единственная надежда австрийцев. Как это ни странно звучит, да, домашний этап, традиционный этап, линцы. Женский, я имею в виду, этап. И пока лучшая австрийка Брэм на десятом месте. И только вот Линдсбергер может исправить ситуацию. А на Линдсбергер надежда, как всегда, ну, я скажу так, 50 на 50. Почему молодая, талантливая, не очень опытная, рисковая. Поэтому и 50 на 50. Если все удастся, да, проскочит. Вот, но шансов ошибиться тоже, я думаю, у Линдсбергера очень много. Вот, смотрите, вот сейчас секундомер показывает, насколько она талантлива. Сразу отрыв дает. А вот если без ошибок дойдет, я буду удивлен. Ну, вот здесь вот коварные вот эти ворота красные. Снали диоп. Ошибается, но уж не так грубо. Хватает, хватает. Ей, да, для лидерства. Ну, порадовала хотя бы, друзья. Я не уверен, что она будет на пьедестале, конечно. Вот, в лагере австрийской команды, дальше море болельщиков. Ну, надо же было хоть порадовать. То уж совсем они там заскучали. Расстроенные австрийцы. Вот Катарина их порадовала. Ну, хватит, хватит. Немножко порадовалась, хватит. Потому что это еще не победа в соревнованиях. У нас еще шесть очень сильных спортсменок на старте. Не могут, не факт, что она будет и на пьедестале. Линдсбергер. Так, а что нам? Ну, вот то, что выловил режиссер трансляции, это, конечно, неплохо было. Предыдущая. А вот здесь вот-вот типичная от Линдсбергера ошибка. Не успевает она за темпом, за траекторией иногда. Видите, в двух метрах от флага проехала. Заулыбался, мы видим, и Петер Шрокснадель, президент Австрийской Федерации тут на финише. Да, видите, вот тут трибуны не такие уж огромные. Это вам не Китсбюль, друзья, где мы ожидаем каждый год там 50, чуть ли не 60 тысяч зрителей. Здесь все-таки маленький городок в Южном Тироле, ну. Микайло Шифрин у вас на экранах. Посмотрите, номера-то как ей подходят, да. У нее зеленоватого, темно-зеленого комбинзон. И зеленый еще номер, вот нагрудный. И вручили, и получился вот такое хорошее сочетание. И опять француженка у нас, друзья. Это еще при том, что мы до Тесси Ворли не добрались. А это Короли Фрессон Бе. Ну, тоже не новичок, но уже, видите, на каком приличном уровне. В шестерке лучших она стартует. И тоже шаг вперед. Вот мы помним, первые этапы, да, у нее и в Зельде не была неудача. А потом она так на подходах к десятке останавливалась. Была 11-й, была 12-й Короли. Сегодня, видите, разозлилась и на шутку. Пытается, но лишь пытается, друзья. Вот какие-то неуверенные здесь. Среднюю часть совсем неуверенно она прошла, согласитесь. Да, и секунда уже появилась. Ой, как ей трудно приходится. И тут лыжи срываются. Короли. Да. Вот вам ответ. Еще одна спортсменка, у которой на вторая попытка заметно хуже, чем попытка первая. И теперь уже вопросы даже, попадет ли она в десятку. Она восьмая на данный момент Короли. Но зато какой у нас сейчас состав, друзья. Чемпионка мира Петра Вылхова. Затем двукратная чемпионка мира Тесса Уорли. Потом лидер сезона Бриньоне. И, в конце концов, конечно, босина и шифрин. А вот, посмотрите, как с резиной, да, тут прыгает Тесса Уорли. Петра Вылхова. Чемпионка мира, вы знаете, а вот пока не уже четвертый старт у нас. Гиганте, а Петра-то не была еще на пьедестале. Ведь для нее, конечно, ситуация неприятная. Что там говорить? Как она, в общем-то, и в общем зачете Кубка мира тоже четвертая, друзья. А не вторая, как это было на протяжении всегда прошлого сезона. Она, кроме, все время пыталась преследовать шифрин, мы помним. Единственная. Вот сегодня, на данный момент, и Бриньоне, и Реббинсбург имеют больше очков в общем зачете. Ну, Реббинсбург-то сегодня провалила. Ее, конечно, обойдут. Это ясно. Реббинсбург уже девятая. Ну, а хотя и Петра-то, посмотрите, ой-ой, 55 соток. Тут далеко от лидерства-то с таким результатом. А почему жестко, что ли? Не понимаю, почему ей-то так трудно тут. Ну, все-таки вторая. Все-таки вторая. На зубах уже, на финише, да? Оторвала она. Хольтман. Вторую позицию Хольтман оторвала. И вот, видите. Ну, все равно, я бы не назвал попытку Вылховой. На пятерочку она не наработала. Вот лидер-то у нас кто. Катарина Линзвервер улыбается. А эта спортсменка вполне может, конечно, ее обойти. А это Тесса Ворли, которую представлять тоже особо не нужно. Двукратная. Ну, наверное, вы знаете, когда мы все время говорим, вот, чемпионка мира, с приставкой «экс» все-таки. Действующая у нас одна, может быть, это Вылхова. А в Ворли двукратная, наверное, экс-шемпионка все-таки. Так будет правильнее. Ну, запас-то, видите, у нее перед Линзбергером совсем маленький. 23 сотки. Это совсем немного. Ух ты! Такой сбойчик был. Ну, надо собраться. Ну, Тесса умеет, умеет. У нее есть, конечно, еще одно очень хорошее качество. Вот, если мы вспомним, много стартов уже, да, у Тессы Ворли. Она, как правило, умеет даже по ходу попытки координировать вот ситуацию, да. Когда надо добавить, когда надо, может быть, и не надо очень рисковать. Как будто вот иногда чувствует время, да. Понятно, что у спортсмена-то никакой информации во время прохождения нет. А вот когда смотришь на Тессу, во вторых попытках особенно, такое впечатление, что она как будто знает. Ну, вот сегодня она знать-то, может, и знает, но не получается у нее. Судя по всему, и она Линзбергер проиграет. Ух ты, она не только Линзбергер, друзья. Она и Вылхова, и даже Дире проигрывает. Вот это да. Недовольна, понятно. Мимо пьедестала Тесса Ворли. Ну и Федерико Бриньоне. Вы видите у нее на груди, да, генеральный спонсор Кубка Мира Горнолыжного Ауди. И это значит, что майка лидера сезона в гиганте у Бриньоне. Но на первой попытке, вот сегодня у нее, конечно, задача серьезная. Бриньоне все-таки она, Шифрин, 74 сотки проиграла. И вы знаете, я обращаю внимание, вот маленькие выбоинки есть. Уж больно дергает Бриньоне. И видимость такая. Ну, на старте немножко сливается так все. Ну, она активна, она активна, атакует Бриньоне. Тут вопросов нет к ней. Но Бриньоне понимает, она сейчас, вы сами понимаете, друзья, она даже борется-то не с Линсбергер, которая давно на финише, она борется с Шифрин. И Бриньоне-то уж при ее опыте прекрасно понимает, что надо рисковать по полной катушке. Ну, если, конечно, выиграть хочешь, да, если так сразу мечтаешь только о втором-третьем месте, то, ух ты, посмотрите-ка, что получается-то. Начинает нервничать, ошибается Бриньоне и может тоже проиграть. Ух ты, вот это уже неожиданно, друзья. На пьедестале Линсбергера, посмотрите, на ее реакцию. Она уже точно на пьедестале, потому что Бриньоне ей проиграла. Вот она стучит себя по голове. Но не надо так убиваться, Бриньоне, хотя тоже попытка, несколько ошибок было у Бриньоне. Вот, одна из них. Ну что, может быть, другая итальянка пройдет чуть быстрее. Это Марта Басина. Друзья, а вот как быстро ситуация-то часто меняется. Мы говорили, когда Линсбергер, да, мы говорили, единственная надежда автрийцев. Ну так вот и получилось. Только Линсбергер все-таки будет на пьедестале. А вот на каком месте? Ну, это женские же горные лыжи. Тут кто знает. Может, и Басина с Шифрина ошибутся. Тогда Линсбергер выиграет. Хотя, конечно, это серия фантастики, но на то и спорт. Смотрите, Марта Басина получше, да? Насколько она получше, чем Бриньоне выглядит. Более обдуманно, более ровно, более вот так уверенно. Нервный заезд вот был и у Бриньоне. У Басина как-то все более мягко, слаженно, потехничнее она делает. Но у нее тоже начинает таять преимущество. Ну и что? Ну, все-таки Басина. Все-таки Басина выигрывает. Но Линсбергер и так уже хорошо прорвалась, согласитесь. На первой попытке была седьмой. Линсбергер сейчас в худшем варианте. Третья. Первый подиум будет Линсбергер. Молодец, Марта Басина. А то вы знаете, у нее же были выстрелы, да? В предыдущие годы. И все время как-то, ну, такими одиночными. И казалось, что вот этот сезон она выиграла прекрасно в Киллингтоне. И казалось, опять будет, пойдет все на смарку. Нет, вот поддерживает, поддерживает Марку. Ну, а сейчас решение вопроса. Это все-таки Михаила Шифрин, которая хочет всем доказать, всему миру доказать, что предыдущий старт, последний старт, который был в Куршевеле, где она заняла 17 место, что это была случайность. Если она сейчас выиграет, ну, мы по-другому, в общем-то, ценить и не будем, да? Ну, она еще борется за лидерство в этой дисциплине. Напомню, что бассина, ей надо как минимум обыгрывать и то. Ну, я думаю, что, учитывая, что длинный календарь, не обязательно сегодня лидером гиганте становиться, а вот выиграть этап, конкретно взятый, это для Шифрин, конечно. У нее давно уже она не побеждала, и давно она остановилась на отметке 62 победы за карьеру. И вот, судя по всему, наконец-то будет 63, друзья. Потому что Шифрин на своем уровне, видите, опять... Да, опять немножко в космосе. Микаэла Шифрин. И уже даже странно, да, вспоминать, что 10 дней назад она не могла даже за 10 место побороться. Опять у Шифрин все в порядке. И мы с очередной победой ее поздравляем. Бассина вторая, Линдсбергер третья. Спасла Ринаме австрийцев у себя дома перед своими болельщиками. А Бриньоне не попала. Она сегодня лишь четвертая, Петра Вилхова пятая. Но здесь опять у нас нет сенсаций. Все абсолютно знакомые лица, практически лидеры сезона. И на этапе в Линдсе сегодня тоже. Но мы особо отмечаем еще француженку Дире с далеким номером. Седьмое место. И, наверное, все-таки Эстель Альфаан, которая чуть-чуть до десятки не дотянула. Ну, а в остальном, в общем-то, так без особо каких-то серьезных сенсаций. Линдсбергер, посмотрите, не скрывает эмоций. Но ее понять можно. Конечно, очень мечтала о подиуме давно. Катарина Линдсбергер. И вот, наконец-то, приятное такое случилось дело. Тем более, у нее сплошные неудачи были. И я уже рассказывал конкретно проблемы с контрактом с Росиньолем в начале сезона. Не могли там они договориться. Но вот теперь все позади. Можно улыбаться, можно праздновать. Мы поздравляем Катарину Линдсбергер с третьим местом. Ну и Марту Басино, конечно, тоже. Это само собой, потому что после победы на этапе в Киллингтоне еще и второе место сегодня. То есть вот уже получается такая серия хороших результатов у Марты Басино. Ну, а Шифрин, мы уже говорили, друзья, Шифрин, 63-я победа. И после того, как она догнала и перегнала Анны-Марин Мозырь-Прёль, великую, у которой было 62 победы, теперь пошла погоня за Линдси Вон. Линдси Вон в женских горных лыжах, 82 победы. Тоже сумасшедший рекорд. И Шифрин теперь 63. Ну, вот такое красивое и фото, и видео, и все, что хотите, на память. Вон там, посмотрите, слева, да, вы видите, ну, буквально центральная улица города. И тут же очень так удобно сделан финиш. Все компактно, красиво и удобно для болельщиков, конечно. Друзья, ну, вот и на этом наша очередная трансляция завершается сегодня. И у женщин, и у мужчин, конечно, согласитесь, были очень интересные события. Хотя мы сейчас прервемся, а потом уже подведем окончательные итоги. Возвращаемся в Линдс, уважаемые телезрители. И уже подводим итоги сегодняшних соревнований. Состоялся очередной гигантский слалом. Четвертый в сезоне по женскому календарю Кубка мира. И мы видим, что опять с огромным преимуществом победила Микайло Шифрин. Ну, что значит опять? Вот как раз в гиганте-то давненько этого не было. Было, наоборот, было серьезнейшее поражение на предыдущем этапе в Куршевеле. Но вот посмотрите, что значит настоящая чемпионка, да? Десять дней назад у нее был непредсказуемый спад, ничего не получалось, все. И вот через десять дней она опять лучшая. Причем победила сегодня. Она обе попытки выиграла. Причем, видите, на первой стартовала четвертым. На второй тридцатым стартовала, все равно выиграла. То есть и номер стартовый ей не мешает. И общее преимущество составило одну тридцать шесть. Ну, тут, как говорится, в таких случаях мы говорим без вопросов, да? Увереннейшая победа. Очередная Микайло Шифрин. Ну, завтра, конечно, будет продолжаться, как обычно, соревнования. Завтра воскресенье, друзья. Это уж, говорит, святое дело. Воскресенье горную лыжу посмотреть. И завтра будет слалом. А слалом-то уж вообще. Шифрин со слалом проблем как-то мы давно не наблюдали. Так что вполне возможно, что завтра Шифрин может уже и очередную 64-ю победу одержать. Но не будем опережать события. Завтра мы с вами и сесть навстречу. Встретимся, пока мы смотрим на призеров. Это Катарина Линдсбергер в кои веки на пьедестале на домашнем все-таки этапе. Ну, и Марта Басина. Марта Басина сегодня вторая. И, то есть, она подтверждает то, что этот сезон у нее, пожалуй, будет лучшим в карьере. Это тоже мы, в общем-то, как ни сомневаемся. Ну, а сейчас послушаем, что нам скажет после очередной победы Микаэла Шифрин. Ну что, прекрасная гонка, оба заезда у тебя такие классные. Ну, я, конечно, смотрела, как мои девочки и остальные выступают, как они едут. И сама себе поговорила, что я должна выиграть сегодня. Мне даже не верится, говорит Микаэла Шифрин. Ну, у тебя были непростые, да, времена-то? Вот недавно, после... Ты не очень-то улыбалась. Ну, в общем, это неважно, глупо звучит, я даже не понимаю. Но одна плохая гонка, я не считаю, что это что-то... Ничего такого страшного, говорится, с каждым бывает. Нет, конечно, было неприятно в моральном плане, но я достаточно много работал с своей командой. И сюда я ехала с определенными надеждами, и очень рада, что все получилось. Ну, что, друзья, вот видите, болельщиков надо успокоить. Сама-то Микаэла говорит, что ничего уж такого не было, как все решили, что вот там у нее провал, там страшное поражение. А сама Микаэла из этого трагедии никакой не делала. И видите, как она прекрасно сегодня на трассе выглядела. Друзья, ну, а у нас на каналах Евроспорт начинается еще одно очень интересное событие. Турне четырех трамплинов для любителей вообще зимнего спорта. Ну, само собой прыжков с трамплина любителей спорта очень интересно. Одно из самых популярных соревнований в Европе начинает сегодня с предварительных прыжков. Как вы знаете, четыре трамплина не зря называется. Стартует турне в Германии. Оберсдорф, потом Гармиш, Инсбрук, Бишопсхофен какие, да, названия очень знакомые. Ну, и по посещаемости, по интересу зрителей, это, наверное, одно из таких весомых событий, если брать спортивную Европу. Это вот что касается прыжков с трамплина. Ну, а мы вам предлагаем красивые моменты сегодняшних соревнований. Подводим итоги. Ну, и прощаемся, пожалуй, друзья. Режиссер наших трансляций сегодня Григорий Тульчинский. Ваш комментатор Владимир Андреев. Но вы сами понимаете, что горнолыжные соревнования на этом не завершаются. Завтра в 12 часов, если считать по московскому времени, мы опять с вами встречаемся и будем смотреть. Смотрите.